Слава тебе Боже наш, слава тебе! Хочу рассказать небольшую историю. 11 апреля я приехал в Потеряевку, сейчас 21 года, и ночевал у батюшки. А утром, когда мы встали, мы молились вместе с ним. Плюс еще с нами матушка молилась, она чуть попозже встала, но потом присоединилась к нашей молитве. Вот, чем интересно, что у него молитвенное правило другое, у отца Иакима, в отличие от нас, то, что я привык. Я, конечно, мог бы это заснять, это все на видео, но батюшка я в основном против этой всякой видеосъемки, потому я даже не рискнул что-то сказать об этом. А у него какое правило? Например, читается псалмы, он читает один псалом на церковнославянском. А мне дал псалтырь на русском. Я читаю следующий псалом, следующий за этим же, читаю на русском. Он опять на церковнославянском, а потом я опять на русском. И вот так вот, то ли одну кофизму, то ли три прочитали, я так даже точно не понял. Потом уже по молитвослову, то есть читаем точно так же. Он церковнославянским берет одну молитву, а я по-русски продолжаю следующую молитву. И то я сперва не понял, что он меня хочет, а потом уже только до меня дошло постепенно. И вот, когда встали с молитвы, он сказал, говорит, я там, потому что он мне считал почитать, там, я сейчас не помню, то ли саму Библию, то ли что, именно по-церковнославянски. Ну, я, конечно, бык-мык, ничего не мог толком прочитать, тем более не там ударение делаю. Все, и он тогда мне сказал, Володя, говорит, у меня вот такая будет к тебе, говорится, как просьба, не то, что это какое-то там эпитемия, нет, как просьба. То есть до конца этого, говорит, Великого Поста читай, говорит, утреннюю вечернюю молитву именно на церковнославянском. А я говорю, ну, хорошо, ладно, согласен. Тем более, говорит, тебе это может пригодиться. Вдруг где-то будешь у кого-то, у православных таких, которые именно на церковнославянском читают молитвы, молятся. Вот тебе, говорит, пригодится, а ты, говорит, ничего не знаешь. Ну, я согласился, мне легко говорить. И все, домой пришел, начал искать молитвослов. Сразу-то у него не спросил, тут поискал он на скворечнике у Инатия Тихоновича, ничего не нашел. Ну, вот, а сегодня у нас среда, был канон Андрея Критского. Полный, полный за один день, полный канон Андрея Критского. Вот мы помолились, а я вечером после молитвы уже зашел к батюшке, попросил у него дать мне именно молитвослов на церковнославянском. Он мне дал, вот сейчас я покажу, вот эту книгу, называется «Канонник». Вот, ну, я мельком так, когда он мне дал в руки, я его раз так, на скидку открыл, посмотрел, какие тут буквы, и понял. Ждет меня, конечно. Я сказал, батюшка, можно что-нибудь попроще? Он говорит, как ты? Все, говорят, хотят, чтобы спастись, наоборот, себе труднее как-то делают. А ты, говорит, наоборот, себе полегче. Ну-ка, давай типа, читай. Вот так он, полушутя. Вот такой есть, батюшка. Ну, это, ну, я что, ну, думаю, ладно, разберусь. А сейчас вот с одним братом разговаривал по телефону. Все, говорю, ну, и начал открывать, и все. И тут я сразу в тупик встал. Во-первых, мне тут буквы кое-какие непонятные. Вот это вот в виде какой-то W, по-английски если ее назвать, эту букву. И еще вверху какие-то три точечки. То есть вот это вот мне не понятно. Вот сейчас вот шрифт покажу. Не знаю, на камеру будет видно, не будет. Вот. И все. Кое-какие слова понятны. То есть благодать подожми Всех Долгове Решителю Исе И приими Мя кающийся Яко же Приимпси Петра Отвергшихся тебе И призови меня Унывающего Яко же Древле Павла Гоняша Га Няша Тя И Услыши Мя Вопиющий тебе Аллилуйя Вот Аллилуйя Я читаю Я читаю Как говорится сразу Тут по-русски На самом деле Я не знаю Как тут произносить Аллилуйя Ну в принципе У них тоже будет так читается Поющий твое Вочеловечения Твое Твое Это называется Ну вот так в принципе Вот как бы вкратце Так решил рассказать об этом У них все в принципе Слава тебе Господи Слава тебе Буду завтра у батюшки Просить Другой молитвослов Более понятный Аллилуйя